Аргументация, зачем она нужна? Бонусное видео. Это видео является дополнением к теме когнитивных искажений. Я рассказывал про оптические иллюзии, рассказывал про иллюзию Миллера Лайера. И вот еще один пример, то насколько наше интуитивно, наше убеждение будут влиять, то насколько мы легко можем совершать ошибку, если не думаем рационально. Значит, ну здесь вначале нужно сделать дисклеймер. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и употреблять алкоголь стоит только с рекомендованного Министерством здравоохранения возраста. Да, также не употребляйте алкоголь перед тем, как сесть за руль. Теперь я расскажу про этот эксперимент. Вот пример. У меня есть бутылка вина. Это Шабли 2017 года и она стоит где-то 2200 рублей. И также у меня есть бутылка Шардоне Тиминьон австралийского Корл Риф 2018 года. Она стоит около 500 рублей. Представим себе, что я решил подарить вам одну из этих двух бутылок. Какую вы предпочтете? Бежу пари, что вы предпочтете ту бутылку, которая более дорогая. Почему? Потому что большая часть людей, ну это кажется вполне рациональным предположением, что то вино, которое стоит дороже, оно по каким-то образом оценивается производителем или продавцом дороже. Соответственно, они думают, что это можно купить, это вино купят за эти деньги. Соответственно, нам кажется, что если другие люди будут покупать такое вино, значит, они, наверное, разбираются. Или если люди предлагают цену за такое вино, значит, они ее каким-то причинам оценивают высоко. Ну и теперь проведем только мысленный эксперимент. Предположим, я предлагаю вам попробовать это вино, и вы знаете, что одно из них стоит 2000 рублей, а другое 500 рублей. Как вы думаете, какое вино вам понравится больше? Ну вот, мне кажется, что, конечно, можно экспериментальные данные иметь, но есть похожие эксперименты, и людям, конечно, больше нравится то вино, которое более дорогое. Не является, нет ли здесь когнитивного искажения, нет ли здесь уже работы стереотипов или работы наше размышление, когда нам кажется, что одно вино лучше, чем другое, просто потому что мы знаем, что оно дороже. Как это можно проверить? Ну, довольно просто. Надо провести слепое тестирование. То есть слепую дегустацию. Вам наливают два бокала вина, вы не знаете, какое из них какое, и просто пробуйте, описывайте свои ощущения. Ну, вот были проведены такие эксперименты. Они показывают, что часть людей вообще оценивают вино, которое было более дешевым, сильно лучше, чем то вино, которое было более дорогим. То есть, когда люди не знают, какое вино стоит, они его склонны оценивать необязательно, исходя из того, что более дорогое вино – более качественное вино. Ну, вот эта история нам показывает две вещи. Первое. Мы должны понимать, как критически мыслящие люди, что цены могут не соответствовать качеству. Они могут иметь совсем другую логику. А второе. Мы должны понимать, что нам очень сложно отказываться от своих собственных стереотипов. То есть, человек, даже зная, что цена не обязательно является предиктором качества, ему очень сложно избавиться от этой мысли. То есть, его нужно поставить в такую ситуацию, это как бы третий вывод, что нам стоит себя иногда ставить в такую ситуацию, когда наши стереотипы, наши предубеждения не могут влиять на наши решения, на наши вкусовые предпочтения. Вот такая маленькая, но важная дополнительная лекция, которую я хотел бы записать. Спасибо. 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 Спасибо.